Всем привет! Доброго времени суток! Меня зовут Даша, и сегодня я не буду рассказывать о книгах. Это будет вообще не скоро, потому что я для нас перечитываю Гарри Поттера и предпочитаю рассказывать о книгах серийно. То есть серию прочитала и рассказала. Там книг много. Сегодня буду делать другое. Я буду хвастаться. Мне пришла однажды в голову мысль, чего-то я с вышивками занавешиваю стены в своей квартире, когда можно делать интересные подарки. Особо пока не додумалась, у меня мысли креативно как-то отсутствуют. Единственное, для чего я додумалась, в ближайший день рождения у одной моей родственницы. И всё, до чего я додумалась, это красиво вышить заглавную букву её имени или целое имя полностью. Красиво как-нибудь. Но схем вышивок подобных я не обнаружила на просторах сетей. И тут я вспомнила, что существует программа, которая якобы преобразовывает любые изображения, даже фотографии, портреты, схемы. И я нашла эту программу. Я очень боюсь соврать, произнося её название, поэтому я укажу здесь вот на видео и дам ссылку на её скачивание в инфобаре. Я бы не назвала программу интуитивно понятной, там нужно знать, какие нюансы. Мне пришлось посмотреть несколько роликов, обучающих на ютюбе. Я нашла в сети изображения имени моей родственницы, переработала её схему с помощью приложения, с помощью программы. И получилось вот что. Вот, поближе вам. Закончила буквально вчера эту работу. На неё ушло у меня 24-27 дней. И что ж ты собак отсвечиваешь? Дальше я посчитала в часах. Я не считаю крестики, я делаю фотографию каждый день, я каждый день вышиваю. Я делаю фотографию в конце вышивки, пользуясь тем, что я вышиваю не порционно от случая к случаю, а сразу залпом. То есть я прям села и машу иголкой не меньше часа. Я закончила, делаю фотографию. По нему, кстати, потом очень интересно наблюдать, как эта вышивка разворачивает, ну, как бы, выполнялась полностью. И прямо на фотографии делаю подписку, сколько это часов заняло. Поэтому потом очень легко посчитать это дело. Так что 55 часов, дамы и господа. Притом обратите внимание, что... Нет свечей. Заглавная буква у меня заняла 27 часов. Она очень витиеватая. Я с ней намучилась и страдалась. И остальные буквы в зависимости от... Они же не все одинаковые, правда ведь? В зависимости от сложности исполнения от 3 и где-то до 5-6 часов отдельно каждая буковка. Общая сумма 55 часов. Размер 150 на... Вот, 150 на 300. И рамочку, я думала, придется заказывать в специальной мастерской. Но мне повезло. Я в фикс-прайсе увидела подходящую по размеру как раз. Пришлось, правда, повезти с... 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 Бакет. Нет, не багет. Паспорту. Вот. Пришлось подавиться с паспорту. Но в результате вот такое вот... Так вот все это выглядит. И... На самом деле мне не терпится уже подавить. Но придется набраться с терпением. Потому что день рождения будет только в ноябре. И... Блин, и скорее бы. Вот. Так что там. Галину я доделала буквально вчера. Было, по-моему, 21 число. 22 числа я это делала. Кстати, что парадоксально. У меня есть программуля TimeHop. Она каждый день говорит о том, что я писала в социальных сетях, публиковала. В этот самый день, год, два, три и так далее назад. И оказалось, что именно в этот день, когда я закончила вот эту вышивку, четыре года тому назад я вернулась к вышиванию в принципе. Потому что я в детстве очень любила вышивать. И крестиком, и глади умело. По-всякому. Вот. А потом что-то как-то... У меня это прекратилось. Всего четыре года тому назад. 22 сентября началось. Это был натюрморт. Он висит у мамы в комнате. Там виноград. Сейчас какие-то еще фрукты. Вот такие у меня похвастушки. На сегодня все. Пока.